Казалось бы, вступительные испытания и связанные с этим переживанием остались позади. Однако 17 сентября для курсантов первого курса высшего командного воздушно-десантного училища стало очень ответственным и непростым днём. Днём, когда им предстояло пройти волнующий, но приятный воинский ритуал принятия присяги. Для гражданских лиц это всего лишь формальное действие, а вот для тех, кто стоит в строю, это действительно священно. По-моему, самое долгожданное мероприятие, которое для каждого военнослужащего считается святым. Так как вы просягаете своему отечеству на верность, то есть вы становитесь полным и наслужащим Российской Федерации. Об учёбе здесь Олег Дьяконов мечтал с детства, и вот сегодня он оказался в числе тех, кто всё-таки поступил. Средний конкурс училища в этом году составил более 11 человек на место. Всего же поступило 759, в их числе 15 девушек и двое сыновей офицеров ВДВ Героев России. Поздравить курсантов со столь значимым в их жизни событием приехал и губернатор Рязанской области Олег Ковалёв. Вы сегодня дадите клятву верно служить Отечеству, защищать безопасность нашей Родины, достойно выполнять поставленные задачи. Единственное в мире Рязанское училище ВДВ, курсантами которого вы стали, гордость и бренд нашего региона. Одно из самых престижных учебных заведений страны, которое готовит элиту российской армии. Вы получили шанс стать её частью. На торжественной церемонии принятия присяги присутствовал и заместитель командующего ВДВ Александр Вязников, который отметил, что на сегодняшний день воздушно-десантное училище является первым не только в подготовке десантников, но и офицеров общевойсковых подразделений вооружённых сил. Сюда в последнее время государством нашим вложены очень большие средства, введены лучшие объекты, которые могут существовать в учебно-материальной базе. Помимо улучшения материально-технической базы, открываются и новые направления подготовки. Так, в этом году впервые было набрано два взвода военной автоинспекции. Основной особенностью обучения этих курсантов станет то, что они получат навыки, умения и знания в области административной практики по обеспечению безопасности дорожного движения, научатся основам регистрации транспортных средств вооружённых сил, проведению технического осмотра с использованием современных средств технического диагностирования. В будущем в Рязани планируется построить современный автодром, на котором курсанты смогли бы проходить контраварийную подготовку, получать навыки экстремального вождения, управления транспортными средствами, оборудованными специальными звуковыми и световыми сигналами. Но это в будущем. А пока первокурсники только готовятся к прохождению военной службы. По завершению торжественной церемонии принятия присяги, курсанты смогли пообщаться со своими родными, после чего перед всеми присутствующими выступил военный оркестр и рота почётного караула. Ну а первокурсники продемонстрировали мастерство в освоении азов рукопашного боя. Занятия рукопашным боем заставляют военнослужащих быстро ориентироваться в сложных жизненных ситуациях, быстро принимать правильные решения. Молодые курсанты обучались этим приёмам всего лишь месяц, так что можно представить, каких высот в освоении военного дела они достигнут за годы учёбы.